Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими любимыми материалами и рассказать о них чуть более подробно. У меня часто спрашивают, какие я использую кисти, краски, бумагу, и поэтому я решила записать это видео, чтобы как раз рассказать о том, что я использую и в каких целях. Самое первое, на что я хочу обратить внимание, что моя палитра акварели, она не очень большая, и поэтому здесь есть много цветов, которые даже в принципе я почти не использую. И давайте начнем непосредственно именно с акварели. Я делала вот такую вот выкраску и выкладывала у себя в инстаграме, где расписаны все цвета, которые есть у меня в моей коробочке. Тут в основном это Невская палитра, но также есть и достаточно пинокса. И периодически я Невскую палитру заменяю пиноксом и наоборот. Все это зависит от моего настроения и от непосредственно пигмента, который находится внутри. Самые ходовые для меня краски это Индиго. Индиго я использую у Невской палитры. И это моя самая любимая краска почти во всех тенях. Для приглушения цвета я использую Индиго, поэтому Индиго у меня уходит очень быстро. Также Ультрамарин. Ультрамарин я использую иногда от Невской палитры, иногда от пинокса. У пинокса мне очень нравится грануляция, поэтому последние работы я все чаще и чаще рисую именно от пинокса. Потом кобальт синий. Его я использую намного реже, но тоже бывает, что он у меня есть в работах. Ярко-голубая. Эту краску, вот у меня она выкрашена. Ярко-голубая у меня всегда присутствует в небе. Если это летнее теплое небо, то это как раз цвет, который я очень люблю и использую. Поэтому ярко-голубая есть почти во всех моих работах. Как и неаполитанская желтая. Вот она у меня выкрашена. Неаполитанская желтая присутствует вообще во всех моих работах. И я ее использую и в цвет неба, и в цвет стен, и земли. В общем, куда я только не использую. Она содержит в себе белила, но это ничуть ее не портит. И это одна из моих самых любимых красок. И в дополнение к ней очень часто идет оливковая. Я не использую обычную зеленую. Мне она кажется слишком либо яркой, либо мутной. В зависимости от того, какие пигменты и какой производитель. Я обычно беру оливковую. Если мне нужно сделать ее звонче, я добавляю в нее ту же самую неаполитанскую. Если я хочу сделать более плотный цвет, я могу добавить индиго, либо ультрамарин. Поэтому база зеленых это у меня оливковая. Иногда я еще использую золотистую. Тоже от Пинокса. Но в принципе даже одной оливковой достаточно. Следующая краска, без которой тоже мои работы смотрелись бы не так интересно, это фиолетовый хинокридон. Вот он у меня выкрашен. И фиолетовый хинокридон очень здорово смотрится с какими-то коричневыми оттенками. Также, если его примешать к неаполитанской желтой, получается тоже очень красивый коричневый оттенок. Такой интересный. И в сочетании с ультрамарином, с индиго, можно добиваться очень красивых оттенков. И при смешении почти черного, темного цвета, я тоже почти всегда добавляю фиолетовый, чтобы цвет был не такой глухой. И потом у меня идет ряд красно-коричневых оттенков. И вот с ними, я думаю, что мы разберемся чуть подробнее, поскольку я всегда использую разные, в зависимости от моего настроения. Здесь у меня есть сиена жженая, потом каштановая, железно-окисная красная и бордо. Давайте мы с вами сделаем небольшие выкраски. Возьму кисть. Про кисти тоже чуть подробнее расскажу дальше после выкрасок. У меня все эти краски, в принципе, есть выдавленные, да, но можем взять с вами и... из тюбика. Первая это каштановая от Pinox. И мне нравится ее цвет именно тем, что она такая... именно красновато-коричневая. Сам пигмент уже очень насыщенный и интересный, и в него, в принципе, даже не нужно добавлять каких-то других цветов, чтобы цвет звучал интересно. Надо было взять чуть побольше. Давайте еще посмотрим. И вот коричневые это такие цвета, которые на самом деле достаточно сложные, и поэтому я их почти всегда с чем-то примешиваю, с какими-то другими оттенками. Да, к примеру, вот если сейчас к этой коричневой добавить фиолетового хинокридона, будут очень интересные переливы. Посмотрите, как красиво эти цвета друг с другом работают. Также, давайте вернем. Я иногда использую сиену жженую. Сейчас это Pinox, да, но до этого я всегда рисовала от Невской палитры. У них чуть-чуть отличается цвет, но это не критично. Давайте посмотрим. Он такой уже более звонкий, более яркий, но опять же, если к нему добавить того же самого фиолетового хинокридона, либо индиго, будет очень интересный, благородный, темно-коричневый. Давайте сейчас все сделаем через фиолетовый хинокридон, вот эти вот растяжки. Потом следующая краска, которую я тоже часто использую, как коричневую. Да, вот смотрите, вот этот цвет, они сейчас стали очень похожи. Каштановая и сиена жженая вместе с фиолетовым хинокридоном, поэтому, в принципе, они друг друга заменяют, и чаще всего я просто смотрю, что есть у меня на палитре, что мне быстренько попалось под руку, и ее использую. Следующая краска, это железноокисная красная, да, и она тоже имеет такой красновато-коричневый оттенок, и он очень здорово смотрится в каких-то кирпичных зданиях, да, также и в дорогу его можно добавить. И опять же, если мы примешиваем к нему фиолетовый хинокридон, у нас получается красивый, приглушенный, коричневый, и, в принципе, вот они все очень похожи между собой. И есть еще краска Бордо. Она уже сама по себе более фиолетовая. Ее я использую крайне редко, поскольку она мне очень напоминает фиолетовый хинокридон, но иногда тоже ее можно встретить. Давайте сравним Бордо и фиолетовый хинокридон. Бордо чуть-чуть покраснее, но, в принципе, если сюда добавить каких-то красноватых оттенков, они будут очень близки друг к другу. И если мне нужен открытый красный, у меня, к сожалению, нету тубы, то тогда я беру рубиновую и рисую непосредственно рубиновый. Поэтому, когда задаетесь вопросом, какой взять коричневый, в принципе, мне кажется, что вот из этих четырех, из этих трех, не четырех, Бордо, он совсем уже другой, из вот этих трех оттенков можно выбрать любой и просто в зависимости от того, хотите вы сделать более желтый, либо более красноватый, либо более фиолетовый оттенок, добавляете к нему тот или иной цвет. Потому что, в принципе, если мы сюда добавим с вами неаполитанскую желтую, у нас получится вот такой вот оттенок. Да, если мы сюда добавим рубиновый, то у нас получатся вот такие вот тепло-красные оттенки. Поэтому эти цвета хорошо друг друга заменяют, и вы можете, в принципе, выбирать себе любой, который вам больше нравится. Да, к примеру, вот как железноокисная красная, либо каштановая, жженая сиена, все они отлично подойдут для коричневых оттенков. Также еще у меня есть мятная, давайте не буду ее скрывать, но у меня есть на моей палитре. Мятная – это очень необычная краска, она с белилами, поэтому она кроющая. И я ее добавляю иногда куда-нибудь в тени, в мокрые заливки. Я не рисую ей чисто, я ее добавляю именно какими-то акцентами, и чаще всего в мокрые заливки. И она делает вот такие вот интересные переходы. Да, вот можно на разных оттенках посмотреть. Можно ей побрызгать, и поэтому вот иногда встречается в моих работах еще и мятная. Она встречается уже намного реже, но бывает такое, что я ее использую. Поэтому давайте еще раз посмотрим, да, вот если вы хотите взять себе небольшую какую-то палитру, которая легко будет с вами везде путешествовать, и если вы не хотите тратиться на большое количество пигментов, то я всегда советую взять именно вот эту вот базу, и на всех своих мастер-классах я рисую именно этими цветами. Это фиолетовый хинокридон, потом идет ярко-голубая, после этого кобальт синий и ультрамарин. В принципе, даже иногда без кобальта можно обойтись, смешав ярко-голубую и ультрамарин. Но вот ярко-голубая и ультрамарин это обязательные цвета. Потом идет индиго, для зеленых оттенков оливковая, для желтых, неаполитанская желтая. Иногда еще хочется добавить более светлого цвета, поэтому можно взять и кальмий желтый, можно и неаполитанскую светло-желтую, но в принципе даже одной неаполитанской желтой я обычно обхожусь. Так, и дай какой-нибудь из красных, красно-коричневых, это либо железно-окисная красная, светло-красная, либо каштановая, либо сиена-жженая. Вот эту вот краску можно выбрать одну из трех и этого будет достаточно. И если вы любите ставить какие-то яркие красные акценты, можно взять одну рубиновую, да, например. Но опять же, я очень часто обхожусь и без рубиновой, я использую просто, к примеру, железно-окисную красную, вот этот вот оттенок приглушенный, он у меня работает как красный цвет. Я думаю, что с цветами акварели мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим на бумагу, на которой я рисую. Рисую я всегда на стопроцентном хлопке. И это бумага Баухонг. Я покупаю большие листы и потом их нарезаю, клею на оргстекло. Мне муж нарезал разных размеров. И это у меня работает в качестве планшета и лист может быть совершенно любой. У меня есть прям огромные планшеты из оргстекла, есть вот такие вот небольшие, удобные. Да, и потом остается много всяких обрезочков. Да, если грамотно разрезать лист, то вообще не остается никаких маленьких кусочков. Но их можно вот так вот здорово сделать в какую-нибудь закладочку, да, или что-нибудь такое интересное из того, что осталось. Ну, или, например, сделать выкраски. Хотя из этого листа можно было бы сделать хорошую открытку. И так же я иногда беру склейку. Это склейка тоже от пяти красок. 30 на 40 примерно. И это отличный вариант для пленера. Поэтому, когда я еду куда-то отдыхать, если у меня есть возможность взять не маленький скетчбук, а нормальный материал, да, куда у меня влезет большая склейка и тренога, то, или когда я выхожу просто на пленер где-нибудь в Питере порисовать, я всегда беру свою склейку, беру треногу от Pinox и радостно иду на пленер. Бумагу я всегда беру 300 грамм. Это, еще раз повторюсь, бумага Боухонг 300 грамм. Я фактуру беру только Grand Fin, это среднее зерно, сатин у меня есть, но это очень специфическая бумага. И если вы не любитель сатина и не умеете на нем рисовать, то лучше тоже брать именно среднее зерно, поскольку на той бумаге все делается немного иначе и, на мой взгляд, сложнее. Но для какой-нибудь ботанической иллюстрации, то, конечно, нужно брать сатин и рисовать на ней. Также в моей работе я всегда использую механический карандаш. Раньше я использовала обычный карандаш постоянно его точила, но из-за того, что это занимает время и нужно, чтобы всегда была тонкая линия, я пришла именно к механическому карандашу, покупаю отдельно для него грифели и рисую. У меня, насколько я помню, HB. Также в моих работах я всегда использую клячку и мягкую резинку для того, чтобы очищать места, где промахнулась и неправильно нарисовала. Я никогда не использую резинку, которая имеет красноватые оттенки. Такие вот есть двухсторонние, с одной стороны на белый, с другой стороны коричневые. Если она коричневая, то это значит, что у нее есть в ее составе стекло, которое повреждает бумагу. Поэтому посмотрите, чтобы резинка у вас была очень мягкая. И также мои частые помощники. Это белые гелевые ручки. У меня эта ручка от Сакуры. Это восьмерка. Еще у меня есть десятка, в которой можно как раз таки прорисовывать какие-то элементы, где вы что-то не очень аккуратно сделали, либо хотите добавить светлых белых оттенков. И совсем недавно я купила еще вот такой вот отличный маркер поско и это прям моя любовь, поскольку он может рисовать и достаточно тонкие линии и достаточно толстые и он очень хорошо кроет и рисует даже по мокрому. Можно делать такие же интересные приемы, когда она немножко расплывается белая линия. поэтому если вам тоже нравится добавлять какие-то дополнительные материалы, то очень советую обратить внимание именно на этот маркер акриловый. И также я всегда рисую еще когда какие-то делаю более графичные вещи лайнерами, линерами их по-разному называют. у меня есть от сакуры микрон, который с таким интересным наконечником и в зависимости от того как мы его ставим он рисует немного разные линии. Сейчас уже почти заканчивается не нужно новые уже приобретать но очень много работ я делаю именно им. также обычный 02 я использую с обычным наконечником и он прям очень универсальный им также можно сделать более тонкую линию если нажимать чуть посильнее линия будет толще поэтому от сакуры линеры очень крутые и они не размываются акварелью можно почти сразу же после того как нарисовал их мочить и ничего не течет в отличие от других маркеров линеров которые нужно после того как вы нарисовали линии чуть подождать чтобы они подсохли а часть вообще не водостойки и сразу размываются водой и последнее наверное самое интересное это кисти которые я использую я небольшой шопоголик поэтому кистей у меня очень много и это еще не все это только то что сюда влезает но в принципе рисую я можно сказать все двумя кистями у меня есть самая любимая кисть это белка микс от пинокса это серия посейдон с французским креплением у меня их даже две и мне она очень нравится тем что она набирает в себя много воды за счет того что у нее есть вот эта вот часть ворса под обоймой она может делать очень тонкие линии если кисть новая то сейчас у меня уже опять она немножко потупилась и нужно уже обновлять но в целом эта кисть очень универсальная и ей можно очень много всего делать она также хорошо краску в себя втягивает поэтому если мы где-то нарисовали нам нужно что-то промыть то в принципе это спокойно можно сделать этой кистью да и она очень хорошо вбирает в себя краску здесь уже полностью высохшая была акварель но даже с этим справляется именно вот эта кисть мне нравится именно микс поскольку благодаря тому что здесь есть синтетические волокна вместе с белкой она также хорошо вбирает в себя краску воду как белка но благодаря своим синтетическим волокнам она более упругая поэтому она лучше себя показывает и хорошо слушается поэтому вот эта кисть это моя самая любимая и после такой кисти уже рисовать обычной белочкой не так интересно поскольку она не такая податливая и вторая кисть которую я всегда использую это синтетика для каких-то мелких деталей это от виста артиста размер 4 здесь по-моему не сказала у посейдона размер 8 и эта кисточка имеет тоненький кончик поэтому она хорошо прописывает маленькие детали у меня у меня еще есть несколько синтетик в принципе это не столь важно какая синтетика но вот эта мне очень нравится она очень дешево стоит и очень хороша по качеству и мне важно чтобы у нее был недлинный ворс и достаточно упругий для того чтобы можно было делать сухие мазки и она с этим справляется отлично и также для меня очень важная часть играет флейц когда я рисую большие работы если мне нужно много большой объем смочить к примеру перед тем как я буду заливать акварелью я использую вот такой вот флейц от арт секрет и он очень мягкий поэтому он не деформирует бумагу можно быстро смочить большую поверхность также можно рисовать если работа большая и заливка тоже позволяет рисовать такой большой кистью так как это натуральный ворс она очень хорошо берет себя в воду также ее отлично отдает поэтому вот наверное две кисти которые я рисую всегда и эта третья кисть когда мне нужно делать большие заливки я использую ее а также у меня есть к примеру маленький флейц который я беру на пленера если у меня не позволяет моя сумка взять большой флейц также есть много очень интересных разных кистей про вот эту кисть я уже делала обзор я постараюсь найти время и расписать про все свои кисти но честно вам признаюсь вот две мои рабочие лошадки которыми нарисовано наверное 99% моих работ все остальное это у меня лежит для моих учеников на мастер классах периодически когда я к примеру мне нужно больше кисточек для того чтобы не вымывать я иногда беру еще что-то отсюда да но в целом вот этого достаточно ну и наверное все основное я вам рассказала буду очень рада вашим комментариям вопросам с радостью расскажу вам еще что-то про материалы если вы мне зададите вопросы так что всем большое спасибо и до новых встреч пока пока пока